всем доброе утро ребят ну что у нас сегодня тест нестандартный как обычно тот же самый многие напишут но я все-таки люблю до последнего добиваться тестировать в общем у нас сегодня будет тест фрей в разных сборках мы потом мы пройдем битву гильдий на хорошем довольно таки неплохой да сегодня по дпс я встретил на битвы гильдий потому что многие ребята до сих пор эту маскировку качают 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 они не понимают что она просто не работает в общем у нас такой вот тест прайс со стойкостью я на роли лобрят лечения хоть и четверка это у меня пятерка то есть стандартный вариант для без доната но единственное вам надо будет найти какой-то хорошую эмблему на жизнь почему я вам сейчас покажу мы сейчас сделаем тест поставим даже максимальное десятое выживание поехали сразу же и твой гильдий у меня сегодня есть хорошие противники вот вот они 1 и 7 свыше миллиона все есть даже 2 миллиона в общем на нем мы будем тестировать как видите здесь хороший до фрэнк водушка леса водушка стрелок плюс ворожай плюс фоба землеройка есть то есть все герои нету здесь там зефира нету здесь огника здесь неплохой я выпустил неплохой дав скажем так я вам сейчас покажу просто на героя поражаю мне понятно они будут сливать но он тоже будет сливаться ему понижают отхил смотрите проседает причем конкретно проседает сливун в общем поехали будем тестировать разные варианты по времени сейчас а потом еще питомца поставлен просто покажу чтобы вы понимали по времени к я же фрей я будет хорошая в какой сборке в общем первый тест у нас это выживание чем бы она хорошо ну принципе не дает пробить героя там три секунды если я не ошибаюсь на максималке плюс отхил дает здесь данном варианте отхила у нас нет потому что у нас и стрелок режет и могут быть еще одни домогание от чар плюс лис итоге у вас героя просто ну ничего не может сделать по сути он и не бьет обряд лечения здесь работать ну никак не будет и и отхил как бы никак не восстановится ну то есть герой не резнет си бхп мы сейчас смотрим на время можно спамить юнитами это понятно но я специально запускаю напрямую без спама юнитами чтобы посмотреть по времени тоже все таки лучше будет минута 45 сразу же меняем другой вариант маскировка всеми любимая на максималке она у меня раньше включится у вас она включится позже но у меня как и у вас на таком дефе где есть землеройка фоба она вообще работать не будет поэтому забудьте каждого конечно есть свой топ все там начинают рассказывать вот у меня такая нет проседает ничего не делает если вы будете попадать на топовый дам на примере вот этого маскировка вас никак не спасет смотрите внимательно на моего героя он просто улетает и маскировку он никак не войдет потому что молчанка все забудьте про маскировку забудьте там про уклонение на сегодня если вы будете против нормального топа какое бы у вас не было мнение если там будут прокачаны хотя бы один питомец на хотя бы 1 стата на точность там плюс 7 или сколько тысяч она дает она перекроет вашего уклонения плюс еще героя точность есть поэтому бессмысленно нету смысла собирать уклоны ставит там маскировку вальсы там все ставят не спасет никак вы час ради интереса еще даже вальс поставим то есть вот вам вся ваша маскировка минута 52 так ставим вальс 10 пальцы как видите миссию по сути уклонения даже есть но какого-то чуда не происходит то есть все в среднем тесты скажем так заканчиваются на минуте а минута 10 минута 20 по потолок когда заканчивается просто основная жизнь героя то есть вальсы и прочее работать не будут у меня герой с уклонениями какие варианты даже я думаю на пвп локациях они тоже не прокатят если там будут подобного плана героя то есть ну вальс бесполезный маскировка тоже бесполезно конечно если у вас там топ 100к 200к у них нету таких этих она будет тащить она будет работать на первых начала но если у вас попадется действительно реальный топ и вы захотите его пройти вы с вашими прокачками не сможете просто элементарно этого сделать поэтому самый идеальный вариант для любого топа и для вашего не вашего вот минута 42 это про я со стойкостью однозначно так теперь спасибо поехали еще один вариант все все реально просто ибо у вас там не были прокачки но она не спасет единственный вариант это просто ее делать максимальную атаку плюс уклонение максимальную жизнь не атаку плюс уклонение других вариантов просто на сегодня нет я-то знаете это у нас от одного до одного вот эти вот сборки меняются так что там и поставили перед последний тестик смотрите выпущу сейчас своего франка просто улетит этот вариант тоже как бы неплохой почему потому что здесь по сути герой 2 секунды получает не уяс но отхила тоже нет он режется он снимается и нифига не сделаете самая основная проблема даже истинная вера ну никак не спасает поэтому талантом однозначно без донатом я бы не рекомендовал и не советовал качать маскировку она бесполезна будет если как-то вам повезет и вы когда-то какую-то маскировку хотя бы минимальную вытащите какие-то акции это однозначно круто вы можете потом тестировать но основным талантом на сегодня рулит реальная стойкость потому что выпустили кучу героев кучу разных прибам басов и просто то что было до этого она уже становится не актуальным то же самое ситуации минута 40 1 минута 40 даже меньше то есть минуту двадцать он встает вристает стоит герой это потолок у самый оптимальный вариант любая эмблема с хорошей жизнью поехали последний тест не будем проходить уже попробуем соло затащить уже с юнитами потому что и юнитами не спавил можно юнитами отвлекать это понятное дело но вам показываю самый оптимальный вариант не факт что в следующей обнове что-то пофиксят поменяют сделают то есть все может быть но вот хороший реально интересный давка спаме конечно если я сюда наверно поставил все таки вместо фобушки зефира еще потому что он фоба он классный все дела но он понижает набор энергии но у него очень медленная атака вот зефир бы здесь зашел на ура тоже как видите раз на раз не приходится сейчас по ней больше попадает и меньше попадает минуту продержались где-то в среднем вот такой вот вариант может продержаться до двух минут вот видите немножко жизнь дольше держится там на секунд 15-20 без юнитов среднем час на нормальный топовый дав надо где-то около ну реально около двух с половиной минут две две с половиной минуты чтобы разобрать с помощью питомца у одного я имею ввиду понятно можно сделать здесь еще больше добавить жизни лучше всего так есть лисичка попробуем такой вариант сольемся так сольемся для этого и тест тестируем с юнитами это у нас есть будем по чуть-чуть спамить юнитами запускаем поехали видите лисичка отвлекается и у нашего героя получится получится можно по кулдауну даже отвлекает пробовать как-никак надо больше наверное юнитов покидывать хоть какой-то шанс есть я прогавил вы скажете точно так же можно и маску отвлекать не получится 53 процента у нас так ну что-то не хочет не хочет лис переагриваться сюда агрится 54 процента 80 50 видите две минуты у нас прошло в принципе думаю тут уже забьет а времени хватит вот сто процентов 2 минуты 13 секунд то есть ровно столько нам надо чтобы затащить не меньше такс поехали 2 минуты на противника так ну конечно возможности много разных есть еще добивал кину если влаживаться без дома тут у реального этого героя на сегодня у меня родин даже не настолько будет актуален потому что они будут шатать очень быстро так что у нас тут ну тут у нас все попроще можно даже даже не париться забежать по этой стороне тут уже как видите да не такой серьезный как там нету воодушевлений можно даже всех выбросить чтобы быстрее дело было да у всех разный но там вот туда был неплохо единственная же говорю я бы там зефира поставил был бы там зефир еще на дефе там бы было еще интереснее вот точно вот кстати с зефиром фоба интересно это тоже интересный да здесь есть зефир а я ее не там не набрал а я ее не там не набрал а странно как то и и это а и и и и и и Вот тут видно, что быстрее проседает намного. Зефир. Смотрите, минута уже прошла, мы набили только 37%. С зефиром поярче намного, когда фрэнк, землерой, когда есть, у нас землерой, когда вроде есть. То есть такой вариант получше будет. Ну, если, опять же, если у вас есть юниты, ну, я на примере своих сейчас просто запущу, которые могут нанести домах вот таким вот образом. С разных сторон, например, 37% мы уже набили. Каким-то образом. 57. То есть фениксы там и прочие, дрейки могут на добивание бить. Вот вы зарядили, у нас выражая еще. Вы можете просто потом на добивание докинуть любого героя. Но с зефиром, как видите, дав получше будет однозначно. Но, опять же, здесь фобушка стоит, я бы землеройку ставил. Хотя, в принципе, что тот, что тот, хорош. Но я больше землеройки. Землеройка игнорирует уклонение. То самое основное и однозначно это плюс будет. Даже юнитон не брали. То есть, как видите, на сегодня битва гелий, по сути, это, опять же, ни о чем. Просто выкинул героя, все, 2 секунды и можно любой деф пройти. В таком варианте, где нету молчанки, вообще на легке все проходится. Он, видимо, проходит, потому что седна стоит. Она даже, вон, просела на фигню 34%. Я не буду заморачиваться. Быстрее это все дело хочу. Хурить. Если у вас есть лисица, там и прочее, у вас донат, вам оно нафиг не надо. Это именно для без доната сборка фрей, которая хоть как-то поможет пройти топ донатов. Я надеюсь, кому-то поможет. Потому что варианты разные бывают, у меня у всех есть все герои. Это именно тот бездонатный герой, который может хоть что-то сделать. 1, 4, 6. Тут видно в этой гильдии все любители фоб. Фоба маны. Такой же даб, как и предыдущий мы видели. Здесь нету землеройки, да? А не из землеройка. Да, он один в один такой же, как и в первую. Но видите, с зефиром все-таки получше будет. У нас только одно деление убрали. Попробуем даже не спамить юнитами. Интересно, что будет в итоге. Я думаю, затащат. Поэтому есть возможность. Скачайте фрею на прорыв. В любом случае она вам нужна будет и для пвп локаций. Пизде. Ох. А, у него нету супер питомцев нормальных. У него не прокачаны супер петы, поэтому вот так все. Сейчас налегке. О, обычные стоят. Вот так вот. Это вообще по-простому. Все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Надеюсь, вам это поможет. Всем удачи. Всем пока.